Доказательств, что есть Америка, нет никаких. Вы же таки сдали вопрос, ага, мне сказать, не-не, но все-таки Америка существует. Я говорю, а с какого? Доказательства можете привести? Здравия, Андрей! Вячеслав Котляров, город Харьков. Я надеюсь, не сильно побеспокоил. Это онлайн, 30 человек нас слушают. Я случайно, просто надо было проверить сестру, она мне хотела позвонить. Побеспокоил, да? Нет, ну я просто сейчас дрыхнул, я должен был поймать сестру, она далеко, где-то в Владивостоке, поехал. Рост не свой, поэтому я случайно по этому ответному звонок. А так, вообще-то, ребята, ну, нормальные люди дрыхнулажатся. Нормальные люди на Дальнем Востоке не спят. Я, ладно, буквально, Андрей, уважаемый, я буквально онлайн 30 человек, Котляровый ФМ, вы помните этот формат. Вы последнее мое открытие после сотовой земли слышали, что я открыл? Нет, ну я-то знаю вашу теорию, она стыкуется с некоторой версией о едином таком гигантском болиде, который создали, в общем, прогрессы для экспериментального развития. Андрей, я знаю, вы чемпион мира по лекциям, я просто хочу свою мысль озвучить. Просто вот хочу, просто, я знаю, что вы скажете, что я с ума сошел, сбрендил. И, может, больше даже никогда не придете к нам. С ума сходят те, кто остается жить в этой стране. Нет, вот дайте, дозвольте слово ляпнуть. Значит, я на полном серьезе заявляю, что континентов Америка не существует. Их нам нарисовали. Я понимаю, что для вас это звучит дико. И я понимаю, что вы скажете, что это абсурд. Но я абсолютно точно знаю, что их не существует. Я могу, знаете, что в подтверждение сказать. В нашем диссидентском прошлом были, значит, точно знали, что, например, самолет, ну, до проверки навшивость, приземлялся где-нибудь в аэродроме Кеннеди или Аут Буаут. Люди выбегали и требовали там политическое убежище. Там за 20 метров от выхода их увозили. Там воронок стоял. Везли воронок на суд и давали лет 15 лагерей. Вот. Вот такие имитационные. Дальше происходит, что следующий вариант. Я могу сказать. Появляются у меня какие-то знакомые со штатов, якобы. Я их прошу, ребята, что-нибудь из Америки. Во-первых, покажите хронику. Чисто американские пищевые продукты. Главное виски. Главное штаны. Один мне прислал, якобы из Америки, китайского производства, какой-то такой был с американской эмблемой. Значит, якобы перуанские какие-то попадки с шаштрих-кодом. И мексиканского, якобы изготовления. И еще, якобы, американскую майку, которая также изготовлена в Китае. И вот за всю жизнь я не встречал ни одного человека, у которого были бы серьезные предметы, изготовленные в США. Чтобы вот точно там кто-то купил и сюда привез. Всегда, даже если якобы американские, все равно перепечатки европейские. Вот просто маленькое такое вот как бы упоминание, что никто никогда не видел ни один реальный предмет, вот изготовленный там, привезенный оттуда и здесь применяемый. Ни автомобиль, ни мотофон, ни приемник, ни штаны, ничего, никогда. Вот странные отношения. А бытует мнение, что там много этих электростанций. Может, меня обманули, что там их 200 штук на территории находятся США? Да нет, ну подожди. Если на территории США еще в 30-е годы стали проводить гигантские работы по рытью каналов, в общем-то, гигантское количество озер, дамп, в общем-то, что огромнейшее количество, процентов 85 грузоперевозок идут по каналам, которые пронизывают всю страну. А я говорю еще, вы говорите про континент, а я-то говорю вообще существование этой страны. Ну, никто не видел ничего американского-то изготовленного там. Вот самая простая вещь. Золотые слова, золотые слова. Все, как говорится, сделано в чине. Ну, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Нет, а я без всякой шутки. Я постоянно вот всех спрашиваю, ребята, кто-нибудь скажите, у кого-нибудь старшего поколения молодого, покажите мне предмет, который изготовлен в Соединенных Штатах Америки. Или хотя бы пускай легенды, пускай бабушка скажет. Или какой-нибудь дед сидит на гуслях играет. Ой, ты горе ищи, американский гость наш. Да привез-то нам сапоги фирмы Тони Ламо. А из-за Штата стал быть Калифорния. Вот. Вот ни одной баллады нет, ни легенды. Вот. То есть получается странная ситуация. Хочу добавить еще два слова. Дело в том, что я на полном серьезе утверждаю, что не все континенты отображены на нашей карте. Имеется в виду земли. Нам не все показывают острова, материки. Нам показывают только часть земли. Остальную тщательно скрывают. Куда уплыл Санников. Куда уплыл Титаник. Куда он увез пассажиров и так далее. Не все континенты обозначены. Ну, в силу, как нам говорят, как мне родня геологи говорят, в силу как бы доктрины и секретности. Вот. Официально карт, реально отражающих объективный мир, не было издана никогда. Якобы были изданы карты только в одном случае, когда был здесь как бы фестиваль. Вот. И якобы были карты вот этого Советского Союза, которые американцы как бы привезли. Якобы со спутников. Их тут же скупили ГБшники и прочие, и потом изымали где только можно. Вот. Я, к сожалению, как-то мало интересовался. Единственное там, что... Ну, они отмечали, например, карту Москвы, где собираются гомосексуалисты, где наркоманы. Вот. Где бордели есть тайные. Но, вообще-то, карты как таковой, вот этой СССР, доверять нельзя никак. Потому что через технически, я знаю, через свои родни геологи, вот эти кто представляет, что такое нивелирование поверхности. То есть это надо... Самое главное, карты появились до спутников, до авиации. И якобы с ними согласились. А если кто знает, а я в экспедиции ходил, промерял трассы. То есть это надо, ну, миллионы в пять послать народу с нивелирами. Потому что вот все вот эти изгибы поверхности, вот эти вот груды рук, это муторная, немыслимая работа. Она свяжно идёт пешком, трерыва как минимум, передвигает палки, вот переговорится как раз, ну, по таким микрорациям. Если без рации хуже. Вот. Потому что надо упорядочить. Вот по нивелиру отмечают, поворот где-то, изгиб. Вот. Это геморрой на работу. Если представить себе, как бы реально, 22 миллиона квадратных километров, я говорю, ребят, а вот как вы себе представляете, вот границу, вот провести вот её, нанести на карты. Вот. Без спутникового, сканирования какого-нибудь, без тарелок. Вот просто представить, что руками шли и проверяли. Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Поэтому доверять каким-то сведениям. А диссиденты знали про эти выдуманные аэропорты, когда, ну, заранее как бы, ну, доносили всегда у нас на учреждение, что кто-то хочет смотаться туда. Вот на проверку, как бы, ну, у нас, говорит, вот остановка там, пом-пу-люм, пом-пум. Вот. Раз, и человек садился на этот аэродром, а вот бывает. Вот. А там наши мусора, и на зону. Вот это да. И я ещё раз говорю, так как я, как говорится, историк как бы вооружения, техники, сколько там, ну, вот, я всё время искал. Ребята, ну, а что-нибудь вообще-то из Америки. Ну, станки якобы появлялись в 30-е годы. Вот. Ну, якобы. А дальше куда они делись? Потом у нас даже что произошло интересная вещь. Войну все вспоминают якобы американские студебекеры. Хорошо вспоминают, где они после. Оказывалось, существует такая же интересная мифологема, что, оказывается, собирали даже все разбитые, разбомблённые грузовики, американские, всю американскую технику, все Виллеса, собрали и обратно отдали американцам. В 45-м году. Вот интересная такая история, да? Вот в рядовых такая сивой кобыла. Вот маленькая такая деталь. И поэтому после войны оказалось, что в Советском Союзе ни одного американского Виллеса, ни грузовика, ни одного танка «Шерман», нет. А их десятки тысяч было. А вот как можно объяснить? Люди мне сейчас начали присылать фотографии Соединённых Штатов. Ну как? Сам Соединённые Штаты, конечно, существует. Это понятно. И находится... Да, но... Нет, ещё раз говорю. Нет, они мне памятники Ленинов. То есть в некоторых городах... Каким образом в некоторых американских городах бронзовые памятники Ленина стоят? Подождите. Фотография — это фотография. Вы, батюшка, допускаете, секрет государства есть. Хорошо. Ещё раз повторяю простой вопрос. Прежде чем сказать, что это есть государство, вы должны сказать, что вот вы живо увидите человека, который вот привёз вас туда и показал, вот здесь я родился, мой отец и мать. И вы посмотрели на предмет и сказали, вот оно конкретно сделано там, его привезли. Вы, кроме дурацких фотографий, ничего не можете сказать. Ни один, приехавший из Америки, не привёз ни одно изделие, изготовленное в Америке. Всё время made in China. Вот как так может быть? Что на протяжении последних 50 лет из Америки якобы там жившие люди привозят только китайские изделия. Вот пускай мне кто-нибудь объяснит вот этот маразм. Поэтому я понимаю, я ультрирую. То есть, ну, грубо говоря, соваться на мои слова и отрицать существование страны. Вы, суки, сдали вопрос? Ага. Мне сказать, не-не, на всё это Америка существует. Я говорю, а с какого? Доказательства можете привести? Вот так же, как доказательства, что Земля вращается? Нет. Доказательства, что Земля круглая? Нет. Доказательства, что есть Америка? Нет никаких. Вот как это? Я таких вещей могу куча насобирать, где чего. Поэтому разговор о том существовании какой-то страны, мы знаем это достаточно условно. Ни одного учебника истории Америки вообще не существует как таковой. всё какие-то легендарные литературные произведения. Её не было, не было, не высадились каким-то в климате. А в начале 19 века уже индустриальный государство. И калибры, стандарты там прочее. То есть типоразмеры. То есть то, что Европа подойдёт. К концу 19-го, начале 20-го века. Просто забыли всё. Основные ключевые. Это всё забыли. Вот. И вдруг, оказывается, что-то там начинается создавать. Поэтому я-то своей позиции могу таких сведений насобирать. А я и насобирал. Ну просто мою писанию никто не читает. Поэтому вы обсуждаете свою версию. А я говорю вообще. А что мы вообще объективно знаем об этом мире? А напоследок я вам всем скажу. Вот смех смехом. Но вот сейчас по всей сети спросите. Кто может реально показать хоть один предмет изготовленный в Америке. Не по лицензии там где-то как. А именно в Америке. В конкретном штате. В конкретном заводе. Что есть доказательства убедительные. Что вот этот Иванов Сидоров привёз вот этому предменнику. Вот нам его зажигал. Так вот в Айонинге сделано. Вот джинсы вот возьмите. Потому что когда мне вот это якобы со штрих-кодом прислал мне из Америки. Он в Техасе живёт. В Техасе. И прислал мне оттуда со штрих-кодом перванские. Изготовленные якобы в месяцкие штаны. Даже без марки. На какой фирме это изготовлено. Вот как это можно себе представить. Прислал американскую майку изготовленную в Китае. И американскую такую синтетическую куртку. Ну вот симпатичную такую. Тоже изготовленную в Китае. Человек который живёт якобы в штате Техаса. Вот это было полтора месяца назад. Нет батюшка вам кранты. Тоже если меня уж мудаком считает полным. А вас тем более шизофреником. Хотя в общем то всем и право. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok